Добрый день, дамы и господа, уважаемые пользователи интернета. На сайте информационного агентства Тюнинская линия проходит интернет-конференция депутата Тюнинской области Недумы Владимира Майера. Тема сегодняшней нашей интернет-конференции – депутатская деятельность Владимира Майера, работа в избирательном округе. Владимир Майер спередит на вопросы посетителей нашего сайта в режиме реального времени. Пользователи интернета смогут ознакомиться с текстовой версией конференции и посмотреть видеозапис. Здравствуйте, Владимир Яковлевич. Первый вопрос от Семена Истемина. Владимир Яковлевич, бюджет на 2011 год уже принят. Какие моменты были самыми трудными при обсуждении? Каким будет бюджет этого года? Что ждет жителей региона? Собственно, любой бюджет основой является, естественно, цифрой, то есть его материальное выполнение. Хочу сказать, что когда подходили формирования бюджета 2011 года, в основу лежали такие вещи, что мы все-таки находимся, кризис закончился, мы находимся в посткризисном, так сказать, пространстве. Это не оценка не только депутатов Тюменской областной думы, но и правительства. Это оценка, она соответствует и российскому руководству, и, в общем-то, в мире. Примерно так все на эту ситуацию смотрят. Поэтому сам кризис мы проходили с определенным резервом, и можно, наверное, сейчас сделать вывод, что не было допущено стратегических ошибок, потому что не было экономических каких-то взрывов или падений, не было безработицы, как бы нас не застигло, как это было в других регионах. Более того, те деньги, которые были потрачены, заняты с населением, они возымели свои эффекты. Я почему об этом сейчас говорю, потому что бюджет предыдущих лет, он гармонично связан 11-й год с 10-м, 10-й с 9-м. Поэтому, формируя бюджет 11-го года, мы, естественно, подходили с тем, что мы все-таки находимся уже в несколько другой системе измерений. Нужно думать и о развитии, но и в любом случае, как бы заложено в этом бюджете три основы. То есть его стабильность, естественно, там есть резерв, и об этом, как говорится, это не тайна, потому что сам приз показал, что нельзя последнюю копейку тратить. Ну, там, грубо говоря, значит, наверное, речь идет не о копейках, а о более серьезных резервах. Второе, он, как всегда, социально ориентирован. То есть все социальные статьи, они закрыты 100% на финансирование. Ну, естественно, просматривается вопрос, так сказать, часть бюджета развития, то есть это капитальное строительство, это новые технологии, инновации, модернизации. То есть вот три составляющие положенного основы. Я могу сказать, что полгода, можно считать, что близко к полгода прожили уже в 2011 году. Ошибок стратегических нет. С материальной точки зрения жители Кеменской области могут быть спокойны, потому что бюджет обеспечит нормальную, стабильную жизнь. Спасибо. Следующий вопрос от Ольги Собольска. Она спрашивает, Владимир Ильянович, вы имеете непосредственное отношение к строительной отрасли? Как бы вы оценили строительный рынок региона? Будущее за многоэтажным или стратегизуальным строительством? Вопрос, конечно, он такой специальный, как бы оценить будущее строительного рынка. Но, посмотрите, мы давайте исходить из того, что строительный рынок, он был подвергнут тому же самому испытанию, что прошли кризис. Причем у строителей, так сказать, была большая накладка. Значит, они не перешли от государственного регулирования к саморегулированию. То есть, мы вступили все строители в частное партнерство. И теперь, так сказать, сами строители несут ответственность за качество, за все остальные гарантии. Естественно, это не могло не сказаться. Такие два фактора, они привели к тому, что со строительного рынка ушло примерно одна треть участников. Можно это исходить, считать с условием, что кто-то перерегистрировался, но примерно одна треть она ушла. Она не выдержала конкуренцию, в том смысле экономическую. То есть, материальные проблемы были у этих организаций. Самое главное, что со строительного рынка, ну, я бы считаю, что кризис, он, при всем своем отрицании для строителей, он имеет, ну, отрицательный, он имеет и положительное явление. Ушли те, которые, некоторая часть тех, которые имели, как бы принято говорить, ручку в руках, и регистрацию там такую отдельную. Потому что, ну, есть упрощенная схема. С строителем сейчас может практически каждый стать. Вот, прошу прощения. И, естественно, это не могло не сказаться. Но, в связи с тем, что одна треть ушла, рынок стал еще плотнее. Конкуренция повысилась. Но, более того, что сегодня, теперь я говорю в общем о строительном комплексе. Но строительный комплекс, как бы, в этой ситуации в Кеменской области, он опять делится на две части. Это те, которые занимаются инвестициями, которые, ну, это строительство жилья, естественно. И те, которые, строители, которые занимаются, просто выполняют подряды на бюджете. Ну, и другие подряды в частных компаниях. Здесь возникает такой интересный вопрос, значит, что при всем при том, что мы были в кризисе, в общем-то, или находимся в посткризисном пространстве, количество сданных квадратных метров жилья, оно, конечно, не соответствует тем планам. Есть маленькое отставание, которое намечалось в восьмом году. У нас задача, она очень просто определена. Условно просто. То есть, есть мировые стандарты. Один квадратный метр на одного жителя. Мы, когда начинали этот счет вести, было 0,65. Сегодня эта цифра приближается к 0,82. Ну, я так оперирую цифрами, чтобы было понятно. То есть, нам осталось 0,18 квадратного метра к плану, и мы будем иметь мировые стандарты. То есть, мы сдаем при тысячу миллион четыреста пятидесяти, условно, цифру можно принять жителей, мы сейчас даем 1 миллион 160 тысяч квадратных метров жилья. Причем, ежегодно этот рост был объективно, так сказать, обозначен. Ну, наверное, может быть заделан. Может быть, чем-то другим. Теперь внутри этой проблемы еще надо сказать, что, в общем-то, для Тюменской области очень характерно. Ну, этот президент давал такие, так скажем, указания, что 35% жилья, вот из данного, должно быть, скажем, малоэтажное строительство. Тюменской области эта цифра подходит где-то 40. Теперь возникает вопрос. Естественно, на готовой площадке застройщику, инвестору легче строить многоэтажки. Но, дело в том, что здесь же есть, как бы, перекосы в этом вопросе. А кто будет заниматься строительством индивидуального жилья? Я думаю, в будущем, сейчас уже определились такие подходы, ну, вот сельской местности, например. Там многие строят индивидуальное жилье. Вообще, ну, скажем, с точки зрения экстенсивного пути развития, многоэтажки строить выгодно. Но, объективный ход событий заставляет думать, мы же должны, вообще, 21 век, это не экстенсивный путь развития, а интенсивный. То есть, мы должны расширять спектр услуг для тех, для кого мы строим. Поэтому, я думаю, что рынок все время будет балансировать. В зависимости от того, где будет выгодно. И вот здесь возникает самый, вот такой, главный вопрос, мне кажется, в Тюменской области, мне просто не кажется, я даже в этом уверен. Очень многое сделано для того, чтобы строители могли, застройщики, вернее, тут строители, они все-таки, это подрядчики. Застройщик мог, ну, скажем, достаточно свободно строить жилье с точки зрения того, что сделана инженерная подготовка, то есть, подведена инженерная коммуникация. Кроме Тюмени, фактически, за счет бюджета области оплачиваются сносы, ну, и снос жилья. Ну, и, скажем, вопрос вот с предоставлением земельных участков, это тоже такой, так скажем, вопрос. Но нельзя сказать, что он так тормозится, естественно, он требует какого-то развития. Поэтому, вот если эти три вопроса, которые я сейчас перечислю, будут, значит, и дальше за счет бюджета решаться, мне кажется, что мы, я все-таки большой вопрос хочу закончить, мы в ближайшем, ну, у нас, как бы, цель в пятнадцатом году, мы должны выйти на цифру один квадратный метр на одного жителя. Что дает, это надо пояснить, что дает эта цифра? Эта цифра дает воспроизводство, то есть, мы всех нуждающихся обеспечим за счет этих квадратных метров жильем, жильем, то есть, есть же острые нуждающие люди, вот. И второе, мы так, ну, скажем, рынок будет настолько заполнен, что будет, все, кто хочет купить индивидуальное жилье, или, там, скажем, эконом-жилье, они на рынке могут это жилье приобрести, потому что сейчас часто возникают перекосы. Ну, скорее всего, в сторону дорогое жилье, которое на рынке определяет не только потребность того, кто хочет его приобрести, а это уже становится товаром обмена. То есть, люди вкладывают деньги в жилье, там, не собираются даже там ужить, они вкладывают туда деньги. Это вот, естественно, в данном случае выгодно в какое жилье вкладывать деньги? Выгодно вкладывать этот рынок в дорогое жилье. А политика должна, мы должны все-таки проводить такое, я вот отвечаю все-таки на конец этого вопроса, удовлетворять, в конечном итоге рынок же должен удовлетворять спрос жителей. Понятно, спасибо. Владимир интересует, когда вы побывали на заводе строительных материалов «Парелит», как вы оцениваете технологии производства и возможности использования этого материала для строительной отрасли? Имеется в виду климатические особенности регионов? Что я должен сказать про завод «Парелит»? Дело в том, что традиционно Тюменская область, это трудно объяснить, может это связано с отсутствием ресурсов, у нас всегда отставало производство стенового материала. То есть кирпич, в панельном строительстве мы как-то шли в какой-то последовательности, но фактически мы большое количество кирпича завозили, до сих пор еще завозим с соседних областей, как то и Екатеринбург, Челябинск и Омск. Ну, как бы, вот с водом завода «Парелит», учитывая его мощности, то есть это сразу какой-то определенный скачок. Мне кажется, мы, ну, скажем, я не могу сказать, что на 100%, но большой долей обеспечиваем рынок Тюменской области, считая и Север в том числе. Я задавал этот вопрос директору, он уже на Ямал, на Ханты отгружает свои материалы. Это первое. Второе. Естественно, этот завод, ну, его можно... Это крупный завод, значит, который практически смонтирован в самой современной технологии, и очень важно, что там отсутствует практически человеческий... Вообще, где мы когда что нарушаем? Там, где есть человеческий фактор. Там в больших двух цехах работает шесть человек. Все делает компьютер, то есть человек только наблюдает за этим процессом. Значит, естественно, хорошая дозировка, хорошее качество, нужные сроки пропарки, и качество материала, его можно было увидеть на выходе, прекрасное качество. Что касается, несколько моментов другого, природные. Да, действительно, мы несколько отстаем нормативной базе. Вот, допустим, ну, есть такой момент, я не хочу там заниматься антирекламой, но некоторые материалы, которые выпускает этот завод, они просто не сертифицированы в нашей стране. Ну, допустим, там, скажем, они готовы... На самом деле, по западным нормам, из этого блока, который в стеновой, там, ограждающей конструкции, можно строить 16 этажей. Вот такой интересный вопрос. Но на самом деле, нормативной базой, ну, этим, естественно, надо заниматься всем вместе, потому что от этого будет выигрыш. А что касаемо мы, и тут сразу хочу сказать, мы проголосовали уже на комитете за налоговое освобождение этого завода, ну, естественно, период набора полной мощности. Там небольшие суммы, я уже об этом говорил, что всякое дитё для того, чтобы с него была какая-то польза, так же, как и завод, чтобы потом он полностью обеспечивал налогооблагаемую базу, там, Елуторовской и Теменской области, на первом этапе ему надо дать возможность развиться. Ну, теперь такая возможность есть. На самом деле, значит, впечатление, ну, и я думаю, что вектор движения вот таких заводов, именно в Елуторовских, там выступал глава Елуторовского, видно было. Ну, во-первых, это передовая технология, люди там обучаются, работают там три с лишним сотни, хорошая заработная плата. Ну, и второе, это вектор такого, вот говорят, вот инновация, вот модернизация. Вот с помощью такого материала можно и удешевить стоимость. Стоимость, это реальный вклад в удешевление квадратного метра жилья, потому что повышается производительность труда, но мы надеемся, что если останется конкуренция, то, скажем, товаропроизводители и производители этого материала не удастся держать высокие цены, то есть он будет вынужден держать конкурентные цены. В данном случае, в данный момент, они пока держат хорошие конкурентные цены, то есть они сопоставимы с кирпичом, но не выше, по крайней мере. Если это удастся удержать, то это резкий такой вот прорывной такой, уже многие, ну, 7-9 объектов уже называлось, которые построены. Школа там, допустим, 15, это большое уже сооружение, значит, нейрофердийский центр, там уже много применено. Ну, кстати, вот организация, которую я представляю, мы уже, кстати, часть брали, небольшое количество, мы серьезно намерены пользоваться услугами этого завода, не в широком смысле, то есть делать какие-то длужно-срочные программы и двигаться вперед, потому что это основа, такие современные. Ну и потом второе, я еще хочу добавить, достаточно у такого завода очень высокой производительности труда. То есть он полностью автоматизирован, я уже повторяю, современная технология, естественно, при высокой производительности труда, вопрос уменьшения цены квадратного метра, он выходит автоматически. Спасибо. Александр Викторович из Тобольска знает вас не только как выслуженного зрителя, но и как человека неравнодушного в спорту. И хочет узнать, как вы успеваете подмещать трудовую, депутацию, деятельность и регулярные занятия физической статистикой? Ну, я думаю, что надо любить физическую культуру в первую очередь, тогда удастся и понимать, что это крайне весь необходимое. Собственно, для меня физическая культура давно является еще со своих школьных лет такой, как бы, у меня, кстати, самый любимый урок физкультуры для мальчика всегда, это было характерно, любить именно этот урок. Хотя это, наверное, базировалось немножко на других, так скажем, ценностях. Но сегодня, вот, знаете, это очень длинная тема, но об этом написано очень много книг. Сегодня есть такая терминология гиподинамия. 21 век, там не требуется усилий, там, крутить мельницу, или, там, бегать за лошадью, или, там, кидать землю, там, или еще что. Все автоматизировано, достаточно, значит, механизировано. И в этой части надо думать, а человек, вот смотрите, 10 тысяч лет назад он как развивался? Он утром старался, бежал, добывался пищи. За 10 тысяч лет, ну, естественно, тренировался, кушал, и опять так это все происходило. За 10 тысяч лет физиология человека ничуть не изменилась. Она меняется миллионами лет. И мы сегодня, имея гиподинамию, такую вот, в широком плане, мы имеем, значит, очень большое количество нездоровых детей уже в школах, там, падение зрения, физических возможностей. В армию половина не могут, там, подтянуться к этому делу. То есть физическая культура приобретает уже совсем другой смысл. То есть это, как сказать, проблема национальная. Я в данном случае говорю, для того, чтобы армия была сильна, надо заниматься физической культурой, тогда, если высоким штилем говорить, тогда наш броня поясе, да, стоит на запасном пути. Вот, это так было, и так должно быть. Но, что касаемо меня лично, в общем-то, как бы, три раза в неделю стараюсь быть в спортзале, со своими коллегами, вот, и культивирую такую культуру в акционерном обществе золотого электромеханизации. Более тысячи работающих из 37 лет существования этой организации, я думаю, для точного подсчета, ни одной зимней, ни одной летней спартакиады эта организация не пропустила, считая эти далекие времена, мы эти традиции соблюдаем. То есть, это такой большой семейный праздник, когда люди приходят с детьми, с папами, с мамами. Летом это летние виды спорта, бег, граната, прыжки, длину эстафета. Зимой это зимние виды спорта. И это не какой-то показной. И хочу еще один такой пример привести. По-моему, я конкретно в Тобольске, в 10 микрорайоне, есть такая замечательная школа номер 16, возглавляет ее Карепан Сигей Венин Минович. Человек, который, в общем-то, за... он давно там директор. За последние 5-7 лет он сумел практически охватить. Так получается, что в микрорайоне эта школа, это как бы центры культурные, спортивные, охватил более 80% учащихся физической культуры по-настоящему. То есть, они не только занимаются физкультурой, а 80% этих учеников ходят в секции. Но мы понимаем, что 2 урока физкультуры это недостаточно. Кстати, могу назвать норму, значит, из разных источников. Человек 7 часов в неделю должен заниматься физической культурой. Что такое в данном случае физическая культура? Это нагрузка выше среднего. То есть, это 2 тренировки по 2 часа, или 7 тренировок по 1 часу. Тогда у него есть прогресс и движение вперед. Так вот эти дети, которые ходят в секции, они, естественно, там профессионал этим занимает, там и тяжелая атлетика. Значит, и бассейн, и волейтбол. Так вот, успеваемость в этой школе и здоровье детишек, успеваемость выросла на 37% за последнее время. Я так смело могу сказать, ну, думаю, что большое значение имеет именно внедрение вот этих методов. Потому что здоровый ребенок, он всегда покажет лучшие знания. Лично я в этом очень твердо убежден. И как пример, это дело привезу. За что вот этому директору и коллективу искренне благодарен и готов это пропагандировать на всех, так сказать, углах и поворотах. И то, что в нашем государстве и в Тюменской области сегодня, значит, культивируется серьезно физическая культура, как стратегический путь движения вперед. Вот. Это, наверное, наши успехи 21 века. У нас губернатор очень спортивный человек, буквально в смысле слова. Естественно, за ним, вот так сказать, тянется и философия движения, значит, вот в этом направлении она имеет определенный вид. Спасибо. Ирина Рисимина спрашивает. Недавно принять законные субсидии бюджетникам на приобретение жилья. Останите его реализацию. Ну, собственно, на эту тему мне достаточно легко говорить в каком смысле. У нас буквально в пятницу прошла региональная партийная конференция «Единая Россия», на которой рассматривался вопрос стратегии развития Тюменской области до 2020 года. И одним из вопросов, там был вопрос вот этой программы. Но тут надо немножко остановиться на некоторых деталях. Эта программа, значит, принята буквально вот в этом полугодии, да, и она существует на данном этапе только в Тюмени. Ну, здесь надо понять опять почему. Потому что наиболее дефицит среди бюджетников жилья, то есть высокие цены квадратного метра, потому что в муниципалитетах этот вопрос решается несколько по-другому. То есть он тоже решается. Но пути решения там проще. На данный момент в эту программу вовлечено более 700 семей уже. И она дала первые результаты. Где-то 364 миллиона уже выделены субсидий. Ну, это я просто аккредитирую этими цифрами, говоря о том, что есть серьезное движение вперед. Ну, и губернатор, когда был задан вопрос, собственно, он определяет, так сказать, точки развития таких программ. Это не программа, это закон. Принят закон. Значит, был задан вопрос, как дальнейшее расширение. Ну, к моему удовольствию, там говорилось о том, что опыт положительный. И, в общем-то, возможно, что в ближайшее время такая программа будет работать и в Тобольске. Ну, отвечая так вот на вопрос, что она работает в Кеме и не будет работать и в Тобольске, у меня есть надежда, что она будет работать везде. И этим я хочу подчеркнуть, что это положительное движение вперед. Но здесь есть и обратная сторона медали. Надо понимать, что, значит, если мы выделяем, естественно, из бюджета для приобретения такого количества квартир, то надо понимать, что она осуществляется и следить, чтобы не был ценовой барьер перед ним. То есть это может потребление, вернее, появится лишний потребитель, могут вырастить цены. Это очень тоже серьезный вопрос, и визуалятор об этом говорил. Здесь надо очень осторожно действовать, потому что любое вливание, значит, серьезное вливание 364 миллиона, это серьезное вливание в рынок строительства. Мы же в прирночной экономике любим. Она, к сожалению, вернее, к счастью, она, рынок как бы сам регулирует, но в данном случае все равно контроль за этим делом должен быть, и поэтому к этому вопросу надо подходить, скажем, осторожно. Это не значит, что ее не надо развивать, но об этом надо все время иметь в виду. Ну и второй вопрос, который здесь, естественно, есть и подводные камни. Мы все понимаем, что такое доступное жилье, в данном случае речь идет о доступном жилье, значит, и что такое комфортное жилье, и что у нас на рынке есть. И комфортное жилье в данном случае, вернее, доступное жилье в данном случае, не только речь идет о том, что бы, скажем, был нормальный дешевый квадратный метр, то само собой, ну, как сказать, приемлемая была цена. Речь еще идет о том, чтобы были квартиры, которые, значит, соответствуют по размеру. То есть семья из двух человек, из трех человек, из четырех человек и так далее. То есть малогабаритное, скажем, вот так вот жилье. Здесь тоже на рынке есть определенные проблемы, потому что оно в дефиците. Такое жилье на рынке в дефиците. Оно всегда востребовано. И здесь попасть в бюджетнику. Но над этим надо работать. И я думаю, что эта программа будет работать, или это закон, так сказать. Кстати, и всех тех программ, которые работают в Тюменской области, именно за счет бюджета, я имею в виду на жилье, это будет шестая. То есть я могу сказать, это веткое жилье, это ветераны войны, дети-сироты, ну и так далее, которые в этих отдельно программах существуют, они работали, вот этот вот закон идет к этому плюсу. То есть это, скажем, для рынка строительства жилья, это дополнительный такой, скажем, стимул, там, значит, загрузка. Владимир Яковлевич, завершается весенняя сессия работы областной думы. Как вы оцениваете прошедший парламентский сезон? Назовите наиболее значимые, на ваш взгляд, решения, которые приняли на уровне избранных? Ну, действительно, мы отработали, у нас не делится, как бы там, период, год, собственно, получается, мы отработали, и по бюджету, я уже, как бы, говорил, и, естественно, здесь мы вступаем в такую фазу посткризисного пространства, или, вернее, значит, такое явление, и мы, все, что уже было сказано, я только могу, так сказать, добавить к этому, ну, естественно, мы понимаем, что впереди серьезные, то есть, вся работа, то есть, надо объективно подходить думы, она, естественно, связана с политикой, в том числе, то есть, сейчас идет активизация в обществе, значит, то есть, у нас впереди серьезные выборы в региональную думу, в государственную думу в 12-м году, у нас, естественно, это, как известно, марте 12-го года, у нас выборы лидера государства, и вот эта, вот, скажем, политическая активность всех партий, включая Единую Россию, активность населения, то есть, идет другое мироощущение, это вполне нормальный процесс, во всем мире это происходит, потому что, ну, у нас достаточно, в некотором смысле, значит, много новшеств, но достаточно свободно более изъявление, то есть, людей, может прийти там, голосовать, говорить, выступать, защищать свои интересы, и, может быть, вот это тоже накладывает определенный отпечаток на работу думы, и вот это в этом переводе, значит, который проходил, скажем, первая половина 11-го года, это уже ощущалось, ну, а так, заканчивается, что у нас, вот, главное, заканчивается учебный год, естественно, впереди обыкновенные житейские вещи, надо отремонтировать школу, на это надо предусмотреть средства, значит, надо сделать благоустройство, надо подготовить все объекты к зиме, то есть, это водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, энерго, можно сказать, обеспечение, мы прожили нормально, абсолютно нормально, зиму, то есть, я тут не видел по Тюменской области никаких-то там, я говорю о тех прикладных вещах, естественно, рассматривая на комитете, на бюджетном комитете эти вопросы, вот на эти вещи обращается самое серьезное внимание, то есть, количество, кстати, растет количество учеников, очень серьезный вопрос, который мы сегодня имеем, ну, казалось бы, всего каких-нибудь 10 лет назад мы детские садики там переводили другое, значит, предназначение, кстати, в Тоборске был такой момент, ну, то есть, мало детей, садики пустуют, из двух организовываются, из трех, вернее, организовываются, два, сегодня ситуация резко повернулась, и дефицит детских садов по всей Тюменской области, по Тюмени, в том числе, по Тоборску, он стал стратегическим вопросом, причем, надо понимать, что мы уже сейчас просматриваем дефицит, последующий был, ну, демография Тюменской области, слава Богу, прирастать стала, за счет нождаемости, вот, и Тюмени, и Тоборск, естественно, дефицит детских садиков, поэтому надо предусматривать строительство новых, то есть, загрузку тех, или дефицит, перекрывать наличием, то, что есть там, отремонтировать, в Тоборске, кстати, два садика ремонтируются, кстати, две школы, которые строились 30 лет назад, если говорить про Тоборск, вот, а с другой стороны, надо смотреть строительство новых, потому что, ну, это вполне нормальный процесс, детские сады, это крайняя необходимость в процессе развития, ну, и, чтобы еще хотел сказать, что, вот, чем ознаменовалась эта работа, очень приятно отметить, в бюджете есть такое понимание защищенной статьи, ну, так, грубо говоря, это учителя, врачи, сфера коммунального хозяйства, охрана общественного порядка, это я называю это самое, все статьи, вот эти, они защищенные, они закрыты бюджетом 2011 года на 100 с лишним процентов, вот это вот отмечается, поэтому нам надо, все, что мы как бы говорим, это мы говорим о развитии, все-таки, то есть, то, что мы видим, что будет следующее, кстати, вот одна такая маленькая деталь, просто, чтобы сказать, что удалось, ну, как бы, объединяя, вот, один из вопросов по бюджету, посмотрите, значит, мы сейчас имеем, скажем, если брать по Тюменской области, ряд крупных объектов, ну, возьмем Тобольск, буквально, в первой декаде июля сдается третий энергоблок Тобольская Тенция, Тобольская ТЭЦ, кстати, Тобольская ТЭЦ, там принимала участие, мы были генподрядчиком по нулевому циклу, эта мощность Тобольской ТЭЦ возрастает на 1 третий, на 350 миллионов, новые рабочие места, новые мощности, вот, нам казалось, строительство завода «Полимер» это одна тема, отдельная вообще тема, крупнейшее предприятие, я почему про это говорю, потому что здесь присутствие бюджета тоже есть, бюджет помогал и помогает этому процессу, то есть есть участие, оно не само собой, правительство Тюменской области, вот докладывал Мин Дмитрий Анатольевич и благодарил лично губернатора за участие в проекте «Тобольская полимера». Крупнейший завод Азии и Европы, мощнейшее производство, 500 тысяч тонн полипропилена, причем речь идет о том, что каждая следующая тонна сырья на Тобольском комбинате в цене вырастает в геометрической прогрессии, я там не открываю никаких секретов, но это так, то есть это очень высокотехнологичное и наукоемкое производство, лучшие установки в мире, фирма «Линда» комплектует, фирма «Технемон», самые передовые технологии. Естественно, следующая цепочка на Тобольском комбинате это полиэтилен, то есть полимеры на товары народного потребления, грубо говоря, бампер, стульчик, кресло, ведерко, это очень грубо в понимании, для чего делается этот полипропилен, это все, что нас окружает, делается. Дальше идет развитие полистирола, ну так вот надо просто понимать, что полимеры это стоимость 66 миллиардов капитальных вложений, 4 тысячи строителей, сегодня на площадке более 2 тысячи, то есть третья часть освоена, идет полным ходом эта стройка, большая загрузка. Следующим идет производство полистирола, примерно в три раза дороже, но имеется больше капитальных вложений, то есть и это уже не какие-то там, это самое. Параллельно идет вторая очередь развития цегефонок, тоже знакомственники химии, то есть тот центральный газофракционирующая установка, которая еще была построена в советское время, которая обеспечит работу всего промышленного узла, сегодня недостаточно перерабатывать сырья, чтобы следующую цепочку полистирола запускать. Если говорить опять же об участии, значит, бюджета по югу Тюменской области, будем говорить, вот смотрите, в ближайшее время вводится завод стеклотары, продолжилось строительство, вернее, работает завод Бентек, который производит, он мощность набирает, производит пять буровых вышек, чтобы было понимание, каждая вышка весит 2000 тонн металлических конструкций, и эти заказы, они, естественно, сейчас идут там на Башкирию, они дальше пойдут на юг, на север Тюменской области. Продолжилось строительство УГМК, это завод по производству металла, который будет работать на местном сыре, то есть металлом, который мы сейчас увозим, будет здесь перерабатываться. Закладывается завод по производству кабелей, мощнейший, причем обеспечивающий Тюменской области. Про ПРВИТ мы уже говорили, и закладывается трубный завод, причем это, так скажем, производство стальных трубов. Но я не про стальмост не буду говорить, то есть это мощное развитие, промышленности в Тюменской области, которая, естественно, обеспечит рост налогооблагаемой базы, обеспечит рост рабочих мест, естественно, зарплаты, ну и превратит Тюменскую область в новое, там, скажем, предназначение. То есть мы будем выглядеть, но я опять вернусь, скажем, Тобольску, такие мощные производства, конечно, дают огромный толчок для развития города, для науки, для, то есть появятся опять инженеры, значит, нефтехимики, энергетики, ну и так далее. То есть это большое, это вот это, то, что намечено, и я это все увязываю, это не какие-то там пустые, все это родилось и на голове вместе. То есть инвестор идет туда, где его понимает, чувствует и где он видит свою перспективу. В данном случае, вот я про инвестиции эти говорю, и это связано тоже с политикой правительства Тюменской области и областной думы. То есть создание благоприятного инвестиционного климата, это один из основных, наверное, стратегических вопросов, которые решает, в том числе, и руководство области, опять же скажу, и депутат областной думы. Спасибо. Александр Тюменского района спрашивает, хотите-то показывать, что с водом жилья в Тюменской области все не так печально, как в других регионах. Но доступно ли это жилье в Северном? Ну, Александру, спасибо за этот вопрос. Весь мир ломает голову, особенно России, на как сделать жилье дешевле, и более доступнее в данном случае. Скажу, что здесь действует очень много факторов. Вот немножко поверну эту тему. С другой стороны, знаете, как можно крокодила мерить с головы до хвоста, можно мерить ее с хвоста до головы. Когда нас очень часто смотрят на строителей, говорят, что вот они там, так скажем, завышают цену. Строитель, вот, в вопросе ценообразования, я думаю, занимает примерно от 25 до 30%. Он может влиять на вопрос цены. И это от него зависит. То есть это производительность труда, хорошие материалы, качественные, значит, выполнение работы в срок, это зависит от строителей. Все остальное, которое укладывается, цена земли, налоги, значит, вот, риэлторские услуги, рыночная цена объекта, деньги, которые инвесторы, застройщиков, банковский процент, просрочки, и там все прочее. Вот я, видите, я три вопроса встретил, а восемь вопросов так на ходу уже накидал, которые, я не собираюсь там защищать свою профессию, я просто пытаюсь этим объяснить, как складывается цена квадратного метра. Я думаю, что надо сделать так, и мы к этому идем, чтобы было выгодно продавать дешево, или строить дешево. В данном случае, сегодня, во многом, вот этот эксенсивный путь развития экономики в нашей стране, он толкает всех на рост цены. То есть, чем, вроде как, ты больше продашь, тем ты, значит, это же опять обоснована конкуренция, то есть, отсутствием конкуренции. Если будет больше строиться, будет больше конкуренции, естественно, цена будет стабилизироваться. Но, выступая вот с такой трибуны, и сказать, что завтра будет жилье дешевле, чем она сегодня, значит, было бы, ну, очень с моей стороны, потому что я этим делом, помимо того, что в политике, я этим делом занимаюсь еще профессионально, я вам скажу так, вот есть цены 2001 года, ну, маленько так вот, как бы, тайно открою, так вот, рыночный коэффициент в цене 2001 года, он составляет 6. Это значит, с 2001 года строительные услуги выросли практически в 6 раз. Ну, близко, плюс-минус, мы говорим о порядке. Это же не услуги строителей выросли, это выросла монопольная цена электроэнергии, газа, железной дороги, значит, ГСМ, земли и так далее. Я сейчас не говорю только про строительство жилья. Естественно, это зависимая цифра от инфляции. Значит, завтра мы точно так же попадаем, значит, аккредитные ресурсы, которые мы берем. Почему у нас ипотека не работает? Да очень просто, потому что у нас очень большая инфляция. Мы не можем, как во всем мире, сделать ипотеку 3-4%, завтра бы рынок весь, значит, от удовольствия бы не знал, куда бежать, потому что это дешевые ресурсы, и строители бы их взяли, и строили бы. Но дело в том, что в связи с этим, кто бы строил, если бы он мог за 30% получить, он бы где-то на депозит эти деньги положил, и они бы превышали бы инфляцию. Ну, это так, очень грубая арифметика. Поэтому в вопросах я специально набрал такой пассианс набор факторов, которые влияют на цену. Это очень сложный вопрос. Но в любом случае, по Тюменской области, на мой взгляд, эти цены все-таки регулируются. Скажем так, сдерживаются. Я бы так сказал, регулировать это было бы неосторожно, потому что нету сегодня закона и правил, что администрация или власть может каким-то образом, прямым образом влиять на цену. Косвенно образом. То есть, вот регулирование, я опять возвращаюсь, то, что выделяется, снос, инженерные сети, это тоже уменьшение стоимости квадратного метра. Но, в данном случае, мне кажется, все-таки, чтобы подвести итог, данная ситуация выглядит следующим образом. нам важно не допустить, если цена жилья будет расти пропорциональной инфляции, мне кажется, можно считать, что это нормально. Вот так вот, если только, то есть, нельзя же сказать, что инфляция будет больше, а цена будет меньше. Это надо понимать. Если это будет перекос, то есть, это будет больше инфляции, значит, получается, что не удалось это сдержать. Факторов очень много. Но я прогнозирую, все-таки, стабильный рост цен. То есть, рост, цена будет все время расти. Это вещь неизбежная, просто она, тут есть законы экономики, одно тянется за другое. И растет инфляция, то есть, материалы дорожают, услуги дорожают, зарплата растет, именно тем строителям, которые, значит, работают. Естественно, будет расти цена к инфляции. Сообщен от Алексея Константиновича из Тобольска. С какими вопросами к вам обращаются люди? Бывает звучи, когда просьбы избирателей в каких-то ситуациях какая-то вступила? Вопросы? Ну, скажем так, да, действительно, для депутата, значит, именно вопросы тех жителей, избирателей, с кем ему приходится сталкиваться, в общем, по своим, по своим обязанностям. Это, скажем, какая-то часть обязательной, обязательной работы. Получается, что приходится общаться более чем с тысячей человек, примерно. Я опять беру цифру, там, есть точные подсчеты, угод. Но люди идут со всеми вопросами. В основном, это быт, это коммуналка. Очень серьезный вопрос это коммунальное хозяйство. Причем, когда тебе задают вопрос, который там связан с теми функциями, которые выполняют депутаты, это понятно. Часто попадают те вопросы, на которые, скажем, предыдущая власть муниципальная может быть не всегда дала как бы исчерпывающие ответы. Я сейчас на случай не говорю о руководстве города или поселка. Я говорю о том, что мне кажется, что в последнее время мы все-таки больше стали поворачиваться к потребности или требованию жизни. И это я рассчитываю как положительный вектор. Но остаются те вопросы, которые всегда будут и не меняются, кстати. Если люди раньше шли в основном от нужды, то от нужды как-то уже перспективных вопросов много. Побольше. Ну и вот я тебе вам хочу сказать теперь про те вопросы, которые вы там получаете затрудненные ответы. Да, такие вопросы не особо рвут сердце и душу любого нормального человека. Но это как правило те вопросы, которые ушли из прошлого. У нас же я не просто хочу там на предыдущие тянуть дела. Ну бывает человек там жил условно говоря в каких-то условиях под снос попадает, а тут еще пожар вот этого, а он не стоял на очереди. Вот возникает вопрос такое а ему надо? Ну сейчас такое дается уже и жилье как бы временное приспосабливается власть к этому делу, чего раньше не было. Есть какой-то резервный фонд. Но сказать вот опять же хочу сказать взять и прикрасить вопросов, осложняются их решением, что их нет. Это было бы неправильно. Есть такие вопросы, ну скажем там может быть 10%. Но тоже пытаешься человеку как-то объяснить, ищешь выход из этого положения. Выход всегда есть. С человеком поговорить, объяснить ему ситуацию, дать какую-то надежду и попытаться ее потом решить это тоже. Я не говорю, что это должно быть основной деятельности. Процент вопросов, которые мы решаем, ну они где-то вот 65-70 процентов людей, обращаются, мы пытаемся, мы на эти вопросы отвечаем, если они попадают там, значит, уже в поле зрения депутатов, в любом случае должны получить остальные. Есть вопросы, которые, ну как бы не фигурировала эта тема, у которой там приходят люди и говорят, например, давайте построим мост. Ясное дело, что такой вопрос не решается, если мост это совсем другая, там, или какую-то дорогу, там, большую, или мощный газопровод. Люди с таким тоже приходят, ну, по крайней мере, помечаешь, потом смотришь, проходит какие-то годы, если эта мысль существует, и чутил есть, кому ездить через этот мост, что надо делать проект, там, все прочее. Так что депутатам есть на чем работать, в любом случае депутат должен отвечать на заданные вопросы. Сергей хочет знать, что Вы конкретно сделали для Тобольс, каком депутат областной думы от этого города? Ну, вот такой вопрос, такой, несколько до меня новый, что я сделал, как депутат областной думы. Но я могу сказать, вот в тех проектах, которые я сегодня перечислил, больших проектов, в частности, Тобольск Полимер, строительство третьего энергоблока, я принимал участие как генеральный директор, депутат областной думы. Не могу сказать, что это моя заслуга, было бы это вообще не красиво с моей стороны. Но, вот, представляя по большому счету город Тобольск, мне кажется, его очень легко представлять, потому что это город такой, я отдал ему 35 лет своей, так сказать, жизни, всей сознательной и считаю, что, скажем, ну, как бы, как сказать, кое-что там знаю, развитие его, бюджет, со многими людьми знаком. И вот, такой город, он заслуживает, вот, когда касается именно города Тобольска. Я смотрю, как реагируют депутаты областной думы на это дело. историческо-культурный центр, значит, мощно развивающийся промышленный город. Он получает, ну, я бы то сказал, может быть, это неправильно говорить об этом слух, он имеет какой-то определенный приоритет. Когда мне, как депутату, если возникают вопросы, мне не надо сильно своих коллег, как говорится, агитировать, особенно в тех вопросах, которые, как скажем, двигаются, это самое. Но еще что могу сказать, завод оборудовая механизация давно, потому что это все-таки тысячи с лишним работающих, это 5 тысяч населения, кроме связанной организации, не считая наших подрядчиков, мы выполняем примерно больше 35% объема капитального вложения в городе. Тобольск уже многие годы, то есть мы там зарегистрируем, платим налоги. Годовая оплата налогов там 150 до 200 миллионов, значит мы каким-то образом влияем на экономику значит город. У нас с давних пор есть подшерпный садик, в 8-ом микро-районе есть подшерпная школа, мы со дня ее строительства, когда мы ее ввели, мы там являемся шефами, и та безвозмездная помощь, которая оказывается городу Тобольску и для меня составляет особая гордость, могу сказать, я еще будучи депутатом городской думы поставил цель и я всегда так, я вырос в селе придерживался мнению, что в микро-районе школа это не просто учебное заведение, это центр культуры, центр единой какой-то мысли, способности людям, примерно третья часть жителей до половины связана со школой через внуков, детишек с учителями или сам ее заканчивали. У меня была такая любая мечта двенадцатую школу, в которой я живу сам, сделать ее полностью спортивной. А потом хочу сказать, два спортзала, стадион, баскетбольная площадка, теннисный корт, два теннисных корта и хоккейный корт. Вся школа полностью застроена спортивными сооружениями, я к этому делу могу смело сказать, руку предложить. То есть дети, которые бегают, играют в хоккей или в теннис или гоняют в футбол, они завтра не побегут за пивом и не будут коковаться. Я бы считал, что вот это один из аналогов как надо быть. Это не так много, это всего лишь одно из направлений, что в школы. Кстати, вот среднее образование в Тобольске традиционно одно из самых сильных в Тюменской области, я не говорю что в гимназии 10 она бывала, 2 и в России мы берем это связано с чем? Новые школы, новое население. Город за последние 30-40 лет развелся своя педагогическая академия, учителя там уже у них традиции сотни, не сотни, но, скажем, десятки лет они друг за другом идут. И, естественно, если брать развитие города и его культурную составляющую, скажем, философское развитие города, то в школах много формируется и будущее. В данном случае, наверное, если говорить о том, что что-то должен это дело двигать, в общем-то, надо радоваться, что это так происходит. Марина из Тобольского района спрашивает, какие общие областные динамные программы реализуются на территории Тобольска и Тобольского района? Ну, я как хочу сказать, вообще существует 36 базовых программ Тюменской области, они все находятся в работе, вот, и вот здесь есть такая маленькая деталь, очень важно подчеркнуть, что когда бы ну, как бы криз случился, все это начиналось, я много об этом сегодня говорю, потому что пришлось сопереживать этот процесс в восьмом году. Все так думали, что вот мы, как бы, это, многие программы исчезнут, и будут изобраны. ни одна программа не остановилась. Другое дело, что та программа, которая должна была развиваться за 5 лет, она теперь будет развиваться 7 лет. Наверное, нормальный любой человек поймет, если был дефицит финансов, но все программы работают. Ну, я думаю, что для Тобольска, Тобольского района очень важным, существенным является программа здоровья, значит, развитие агропромышленного комплекса, я имею ввиду, для Тобольского района, и, скажем, доступно комфортное жилье и программа образования, ну, я называю четыре государственных программы. Они, наверное, являются основополагающими. Все остальное это увязано, понимаете, я уже много сегодня говорил про бюджет, то есть, сегодня нет закона или программы отдельно развивающие бюджеты. То есть, вот, сами программы и бюджеты, это гармонично сложившаяся такая, скажем, система управления финансовой и внедрения. Ну, я такой один характерный пример хочу привести. Фактически, что, в общем-то, все школы Юго-Тюменской области, мы в данном случае говорим про бюджет Юго-Тюменской области, они, вот, последние, там, скажем, пять, семь, десять лет было четко намечено, они все соответствуют стандартам. мы недавно проводили конкурс и в Тобольске в том числе по детским садикам в районе, в Тобольском районе, надо сказать, вот детские садики, да, ну, казалось бы, да, они там, конечно, не все из кирпича, как в городе, не все, они новые, но они все покрашены, отремонтированы, деревянные садики. И все садики, если я не ошибаюсь, по-моему, 18 было на конкурсе, все садики приняли участие в этом конкурсе и показали неплохие результаты. Это о чем говоришь? Что достаточно активно мы занимаемся так базой детские садики и школы. Ну, а про школы, вот, мне пришлось в прошлом году, я был на 40-летие окончания своей школы в Краснодарском крае, ну, вот, край такой, как бы, это самое. Ну, школа, к сожалению, у меня это так опечалило, конечно, у нас таких школ нет. Уже было середина лет, они отремонтированы как-то так вот, не по хозяйству все это там в селе, потому что, вот, отстает. У нас, вот с этим делом, в Немножкиненской области, насколько вот, я вижу, где бы я ни сталкивался, мы сейчас обновляем там, не просто там ремонтируем, мы их обновляем, то есть идет процесс обновления, и оснащения школ, современным оборудованием, и все прочее. Поэтому я вот так вот это все делаю. Спасибо. Михаил Исруута интересуется. Владимир Яковлевич, Тобольский планирует создать особую экономическую зону. Какие задачи стоят власти региона, и какие перспективы вы можете назвать? Ну, знаете, что касаемо особой экономической зоны, город Тобольск, вопрос достаточно новый, но я думаю, это связано, есть такие законы экономические, которые, ну, методы, наверное, экономики, которые дают, ну, какому-то отдельному производству, региону дополнительное развитие. В данном случае, вот я так считаю, об этом, я очень рад, что могу об этом, как говорится, сегодня говорить с положительной точки зрения. Еще в советское время был заложен мощный промышленный узел. Берем 60-е годы. Нейтгаз, нестабильный газовый конденсат, его так называют, или водородное сырье, которое там еще при Косыгине сжигалось на экологию и все прочее отрицательное. И это деньги на ветер. Это было объективно связано с тем, что сначала шло развитие, то я никаким образом не хочу критиковать советскую власть. В советское время был заложен Тоборский химический комбинат мощнейший. Я, кстати, стоял уже столько в начале его строительства, я приехал в Тобор в 70-м году, и наш экскаваторщик, он вынял первый ковш грунта на строительстве Тоборского комбината. Я был с ним, к сожалению, сейчас уже не верю, этот человек. Я почему об этом так подробно останавливаюсь? Потому что переработка углеводородного сырья всего севера Тюменской области сосредоточена теперь в Тобольске. И Тобольский комбинат до недавнего времени он был развит примерно на 50%. Не сказать, что он не был доразвит, просто нефтехимия она так устроена, она идет квадратами. Квадрат примерно на 400 на 14. И кто учился в 10-м классе и помнит, это разложение углеводородного сырья по цепочке CH4. Ропан, изобутан, полимер, потом идет другая органика, вернее, другая нефтехимия, оргсинтез, и пошло и поехало. То есть это уже специальные вопросы. Так вот, мы все-таки до определенного времени мы тоже торговали не первичным сырьем, а все-таки вторичным. Сегодня появилась возможность вот на территории Тобольска, именно, ну поскольку там сосредоточены, там огромные ресурсы сейчас, это промышленная площадка вообще, вообще весь генплан города рассчитан на 250 жителей. Причем вся инфраструктура, водозабор, очистные сооружения, дороги, энергетика. Но я почему назвал жителей, это половина того, что есть, потому что эти жители, они рассчитаны из развития промышленности. Я беру так вот, как бы, назад иду. То есть на Тобольском промоузле вообще должна быть промышленность еще примерно развиться, то, что я уже называл сегодня, еще примерно в два раза в той базе, которая была. Что дает это? То есть вот для этого и нужна, на мой взгляд, особая экономическая зона, чтобы скорость развития, потому что такой промоузел, он будет кормить, двигать вперед не только Тобольск, Тюменскую область, а всю страну. То есть мы получим новую нефтехимию. Вот поэтому на это дело обращено правительствами, так сказать, правительствами России. И я надеюсь, что в ближайшее время этот закон будет принят. Мало того, что его надо принять, его надо еще внедрить. И от этого выиграют все. То есть выиграют. и будут материальные выиграют. Вот это, на мой взгляд, есть модернизация инноваций. Модернизация финансов. Это же тоже один из путей. То есть не только надо там новые технологии применять. Надо сделать так, чтобы деньги быстрее окупались. Вот особая экономическая зона, она, как правило, этому способствует. А потом уже возвращаться обратно. То есть мы получим совсем другой, возможно, промоузел, невозможно, так оно и получится. который, а потом уже очередность движения вокруг него следующих инфраструктур вторичного, третичного производства. Это, наверное, само собой развивается. Поэтому я тут считаю вот это в большом уровне. Владимир Аковлевич, это были все вопросы по сети или сайту Тюменская линия. У вас есть возможность обратиться к тем, кто наблюдал за нашу интернет-конференцию? Я хочу сказать спасибо всем тем, кто принял участие в интернет-конференции. Я как депутат областной думы как правило всегда был открыт для общения в средствах массовой информации. В чем смысл всего этого, что я сейчас хочу сказать? Если мы хотим что-то изменить, то нужна активность, потому что все меняет люди. 21 век стоит перед нами новые задачи, абсолютно новые. То есть у нас появились такие возможности, которых у нас не было в 20 веке. то есть та настоящая демократия, которая нам дана, тот огромный потенциал, который имеет Россия, в данном случае Тюменская область, он предполагает, что мы можем двигаться вперед. Мне бы хотелось отмести в таком обращении все то, что, скажем, есть отрицательно, все эти трудности. Не все так просто. Но когда мы говорим о нашем государстве, то надо помнить, что для многих в мире мы в данном случае как кость в горле. И когда касается нашего развития, то есть основе нашей мощи, чтобы, так сказать, себя защитить, лежит наша экономика. То есть мы должны мощно стоять на ногах. А ресурсы у нас для этого существуют. Но я думаю, что у нас есть и для этого политическая война. Поэтому я всех тех, кто готов встать с такой идеей или двигаться по такому развитию вектора, готов назвать единомышленниками или стать с ними единомышленниками. А вот так еще раз всем большое спасибо.